Любой человек говорит всем и везде доказывает, что он хочет увеличение доходов. Я хочу X2, хочу X3, X5, но проходит 5 лет и почему-то все так же. И долго я наблюдал за людьми, за собой, почему я в какие-то моменты не расту. Всегда кажется, что я чего-то не знаю или чего-то не достиг. Люди думают, что я еще недостаточно хорош. Вот сейчас еще пару университетов закончу или еще курс пройду, еще часы наработаю. И потом, потом я вырасту в деньгах когда-нибудь завтра. И проходит еще 5 лет, и так проходит жизнь. И почему-то вот этого взрыва не происходит. Любой человек знает, как ему увеличиться в деньгах, как ему сделать X2, X3, X5. Любой, если он профессионал. Если реальный человек в профессии, он точно понимает, что он должен сделать, какие шаги для того, чтобы вырастить в два раза. Но почему же он не растет? Он не растет только из-за того, что он не хочет напрягаться. Потому что увеличение X2, X3, X5, он понимает, какое напряжение стоит за этим. Он понимает, что нужно выучить английский язык. Он понимает, что нужно еще наработать другие какие-то скиллы. Софт скилл, хард скиллы. Это все надо нарастить. Внутренне он понимает, что ему нужно пройти определенный путь. И он не хочет. И при этом он убирает все вот это напряжение и говорит, что я хочу X2. По этой причине он не может взорваться. Потому что на самом деле он не хочет. Что же с этим делать? Во-первых, признай, что ты не хочешь напряжения. Признай просто, я не готов сейчас напрягаться. И у тебя высвободится огромное количество энергии, которое внутри. Потому что те пять лет, которые ты себя вот сейчас, чуть-чуть попозже, еще-еще. Ты слил столько энергии за последние пять лет, что выгорел просто. Хроническая усталость у человека от этого. Он думает и устал. Но если ты себе признаешься, что ты не хочешь, и дашь себе отдохнуть хотя бы в год, через год ты скажешь, все, я готов, я отдохнул. И ты сделаешь те свои шаги первые, которые ты и планировал. Тебе кажется, что год это много, но ты уже просрал пять лет. Отдохни годик. Договорись со своим мозгом. Высвободи энергию. Накопи силы. Подготовь свое тело. И стартуй. С мозгом надо договаривать завсегда перед прыжком. Допустим, я хочу вот это. Ты ему говоришь для чего, ему обосновываешь, и он потом ты идешь. Каждый раз, когда ты не договорился с умом, у тебя подсознание твое будет ставить тебе под ножки. У тебя будет не получаться. Ты не сможешь договориться. Закроют счета. Еще что-то произойдет. Кто-нибудь заболеет обязательно. Твое подсознание будет всячески избегать действий, которые приводят тебя к стрессу. И если ты с мозгом не договоришься, ты не попадешь в стрессовую ситуацию. И если для тебя деньги это стресс, или действия стресс, мозг не переведет тебя туда. Поэтому очень важно договориться со своим умом. Договорился, не сделал. Входит в привычку, человек потом ничего не может доделать до конца. Это уже вторая натура становится. И поэтому я рекомендую просто людям, особенно детей, водить на спорт. Там, где просто тебя заставляют, это ты просто делаешь. Я понимаю, что это стрессняк определенный, но это очень хороший навык для того, чтобы жить хорошо. Ты можешь договориться с умом и не сделать, но ты точно будешь понимать, что это ты сам. Я хочу, я знаю, и я не делаю. Причина я. Но это не будет вот этих иллюзорных фантазий, когда ты очнешься, тебе 60, и это все из-за того, что у меня жена плохая, родители не дали, еще что-то я не сделал. Начальник мудак. Ты точно будешь понимать, что мудак ты. Примерная форма космоса. Во-первых, договорись на отдых. Образа в год или два, или сколько тебе надо, месяц, может, нужно кому-то. Ну, то есть расстояние должно быть такое, ну, реально, когда ты можешь отдохнуть. Второе, ты договорись, я ставлю такую задачу. Для этого я буду делать вот это, вот это, вот это. Да, нужно будет напрячься в два раза больше, чем сейчас. Нужно будет еще обучиться каким-то дополнительным скиллам. И в течение года я буду 24 на 7 ебашить просто. И в конце года, когда мы достигнем с тобой результата, мы купим тебе Porsche, или мы купим тебе часы, или мы купим тебе, не знаю, что ты там хочешь, самолет. Но когда ты это сделаешь, достигнешь свою задачу, обязательно купим, иначе упадешь. Потому что есть внутренний ребенок, которого обманывать нельзя. Это очень опасно. Потому что в какой-то момент он тебе скажет, пошел в жопу. Там нет, там вот так, смотри, там есть внутренний ребенок у человека, у каждого. И мы все его так обманываем, мы говорим, вот буду зарабатывать 1000 долларов, я куплю себе ботинки хорошие. Заработать 1000 долларов я не купил. Потом я буду зарабатывать 3, и тогда я себе куплю вот эти ботинки гребаные. И заработал 3, и ребенок такой, давай. Ты говоришь, нет, давай в следующий раз. Вот сейчас заработаем 5, он говорит, пошел нахер все. И у человека просто нет энергии потом на достижение цели, потому что очень важна эта морковка впереди. Морковка впереди всегда приятнее, чем морковка сзади. Морковку впереди надо саму себе выставлять.